Андерма – поселок на берегу Карского моря. Место, спрятанное от пытливых глаз. Рассвет арктического поселка, как и его упад, связан с присутствием военной авиации. На Андерминском аэродроме долгие годы базировался истребительный авиационный полк, который был выведен в 1993 году. Огромная инфраструктура поселка претерпела серьезные изменения. В коридорах бескрайней тундры на побережье Карского моря находится удивительный поселок Амдерма до ближайшего поселения более 300 километров. Вокруг только море и бескрайняя тундра. Амдерма располагается за северным полярным кругом в европейской части России. На побережье Карского моря возвышаются черные скалы – одна из достопримечательностей поселка и любимое место прогулок местных жителей. Сложенные из лейстых сланцев черные скалы простираются вдоль берега 5 километров. Визитной карточкой Амдермы можно назвать множество живописных мест. Одно из них находится рядом с поселком – водопад Ближний. Водопад служил не только местом отдыха жителей поселка, но и сыграл важную роль в его строительстве. Камень, который добывали здесь большим трудом, шел на переработку в щебень, из которого производили бетонные плиты для строительства зданий. Благодаря подручным материалам возвели военный городок, куда со всей России приезжали военнослужащие. Иван Петрович Конанюк – один из них. В споре было следующее, что здесь год за два и материальные условия, потому что мне надо было кормить и своих детей, и в жены две сестры остались без родителей. Вот тут мне материальная сторона перевесила. Я в Амдерму приехал в октябре 1974 года, 28 октября. Выхожу с самолета, в парадной шинели, в хромовых сапогах, а здесь минус 30, и ветер сразу почувствовал север. Тем он приятный и тем он запоминающийся. Так что запомнилось на всю жизнь моё первое знакомство с Амдермой. В те времена, ещё когда посёлок городского типа Амдерма разрастался на глазах, население было более 15 тысяч человек. Позже военную часть перебазировали, и посёлок утратил былое благополучие. Ну, не передать словами. Я уже взрослый, и это всё вижу тогда, и оно сегодняшнее накладывается. Ну, тоска такая по-прошлому, что невосполнима. Невосполнима тем, что уже не вернуть. И если бы оно шло по-лучшему, радуется каждый человек, когда видит, что его труд восторжествовал, что кому-то приносит радость. А тут видишь, как он затоптан, ну, всё вот эти зияющие окна, этот военный городок, вот это, ну, навевает такое, что не передать словами, тоску и печаль. После вывода военных жители потихоньку стали уезжать. Сейчас население посёлка около 200 человек. Однако есть и те люди, которые приезжают и остаются там жить. Один из них – Эдуард Кузнецов. Мужчина приехал работать, в итоге остался жить. Я нашёл организацию, она находится на улице Шетелина, в Петербурге, где я жил, не первую пятилетку, около 40 лет. И пришёл, спросил, кто ему нужен заработать. Поскольку в услугах личной мерзлоты, витрики должны были ставиться на бурнонабилные сываи, и им нужны были бетонщики. Скажем, собеседование заняло пять минут, после чего мне сказали – пиши список, чтобы ковать в контейнер, только учти, что это будет командировка сезонная на 2-3 года. Не все покинули посёлок. Наталья Цыпаркова приехала в Амдрому ещё в 90-е годы. Устроилась работать метеорологом и настолько полюбила профессию и место, где живёт, что не стала с ним расставаться. Так получилось. Втянулась, понравилась и работаю. Вот уже на пенсии сколько лет, а работаю. Наталья следит за погодой. Переменчивая роза ветров завораживает. От солнечного утра с температурой воздуха плюс 18 до урагана и плюс 10 градусов. И всё это в течение двух часов. Правительством подписана программа развития Арктики. И в рамках этой программы к нам приехали учёные под эгидой Росприроднадзора. И это только первые ласточки. То есть сейчас идёт обследование и изучение всех морских животных, в том числе «Белого медведя». И это только начало. То есть в следующий год у нас будет всё больше и больше таких поездок. То есть мы ждём, что в Амдорму будет увеличение численности жителей. Амдорма терпеливо ждёт своего звёздного часа. Наталья Дуркина, Владислав Ткачёв, телеканал «Север», посёлок Амдорма.